Специалисты напоминают, грибы являются наиболее опасной причиной пищевого отравления, так как могут содержать яды и кислоты. Подробности в нашем сюжете. Сезон тихой охоты начался. В лесу появились первые грибы, но лучше отказаться от собирания грибов на природе без соответствующих знаний и быть крайне внимательными при их покупке. Если отравление избежать не удалось, то очень важно своевременно обнаружить симптомы и оказать первую помощь. Признаки отравления грибами не всегда проявляются сразу после употребления, но первая помощь должна оказываться максимально рано. При отравлении бледной поганкой первые признаки наблюдаются через 1-3 часа. Интоксикация желчным грибом через 4-6 часов. При своевременном обнаружении первых признаков тяжелые осложнения предотвращаются. Опасность для здоровья представляют следующие симптомы. Сильный гастроэнтероколит, выраженные боли живота, неукротимая рвота, холероподобный синдром, мышечные судороги, рвоты и понос на вторые сутки. Летальность по статистике обусловлена поздним лечением на вторые и третьи сутки. Но в некоторых случаях признаки действия токсичных веществ могут проявиться как через 30 минут, так и спустя 5-7 часов. В зависимости от того, сколько грибов было съедено. Подобный временной интервал зависит от вида и количества съеденных грибов, их обработки, а также от возраста и массы тела пострадавшего. Немалую роль играет и алкоголь, принятый накануне отравления. Первую помощь необходимо оказывать еще до приезда медиков. В некоторых случаях своевременные действия по выявлению токсинов могут спасти больному жизнь. При появлении первых симптомов интоксикации организма необходимо следовать инструкции. Спровоцируйте рвоту, чтобы остановить всасывание токсинов в кровь. После окончания рвотных масс проведите промывание желудка. Для этого необходимо выпить 2 литра теплой кипяченой воды и вызвать рвоту. Примите слабительное средство для очищения кишечника. Рекомендуется отдать предпочтение аптечным препаратам, так как рецепты народной медицины могут действовать неэффективно или слишком долго. Примите таблетки активированного угля. Увеличьте суточное потребление жидкости до 4 литров. Также служба спасения рекомендует соблюдать основные правила безопасности в лесу. При себе имейте максимально заряженный телефон, оповестите своих близких, куда направляетесь и какой период времени планируете пробыть в лесу. Вызов скорой медицинской помощи вы можете осуществить по номеру 103 с мобильного телефона любого оператора сотовой связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова